Мать погибшего солдата Уркия Бакбаева слез не сдерживает, а ей и не нужно, скрывать свою боль сегодня не от кого. Рядом с пожилой женщиной, друзья, родственники и молодые солдаты из разных воинских частей. Уркия Ажи вместе с близкими сегодня у монумента 17 воинов внутренних войск, погибших на таджико-афганской границе. Минута молчания, возложения цветов и боли, которая не утихает 22 года. Среди погибших был и мой сын. Сердце болит, эта рана никогда не заживет. Смотрю на этих солдат и вижу в них своего сына. Желаю всем матерям не испытать того горя, с которым живу я. Ровно 22 года назад в горном ущелье Пшихавр Таджикистана на солдат Казбат, охранявших южные рубежи СНГ, напали афганский бандформирование. Неравный бой длился больше 4 часов. 17 бойцов погибли, многие получили ранения. Буинская часть 6506. Музей памяти 17 бойцам, погибших на таджико-афганской границе. Здесь хранятся личные вещи. Вот это вот Каз, к примеру. А это котелок старшины Бахпаева. Своих героев здесь помнят и чтят. Для новобранцев регулярно проводят экскурсии он и... В спортивном зале воинской части идет подготовка к серьезным соревнованиям в честь памяти погибших на границе солдат. По итогам спортивных состязаний будет выбран лучший боец национальной гвардии. Сержант Даулет Джалилов из Ак-Тубе готовится к своему выступлению. Солдат настраивается как морально, так и физически. И главное, считает боец, не победа, а участие. Хотя цель, конечно, одна – показать мастерство вардийца. Сегодня проводится чемпионат Республики Казахстан по рукопашному бою. Да, сегодня проводил первый бой. Хорошо, все сильные ребята у нас, отличные. Хотим, чтобы каждый год вот такие соревнования были. Во время состязаний мастерство показывают не только в единоборстве. Здесь выявляют лучших в легкой и тяжелой атлетике, боевом самбо и других видах спорта. Данное мероприятие проводится в рамках 15-й спартакеады национальной гвардии, которая посвящена также у нас 25-летию войск правопорядка. Целью данных соревнований является пропаганда здорового образа жизни, пропаганда рукопашного боя как военно-прикладного вида спорта. Итоги соревнований станут известны 23 февраля. Победителя ждет денежное вознаграждение. И, как нам рассказали в командовании части, возможно, суточный отгул. Шутин Саидов, Бауржан, Жунисов, Марат Давлетов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утро».